А знаете ли вы, как большевики продавали сокровища Романовых? С 1719 года по указу Петра I коронные ценности Российской империи запрещено было дарить, менять или продавать. В течение последующих почти 200 лет царская сокровищница только обогащалась. Большевики же для пополнения государственного бюджета продали за границу большую часть царских драгоценностей – короны, ожерелья, кольца, тиары, яйца Фаберже и иконостасы. В 1925-1926 годах к охранам страны даже был выпущен иллюстрированный каталог «Алмазный фонд СССР», переведенный с целью привлечения зарубежных покупателей на английский, французский и немецкий языки и распространенные в Европе. Так, например, около 120 романовских драгоценностей было выставлено в 1927 году на аукционе Кристи в Лондоне. Среди них венчальная корона последней русской императрицы Александры Федоровны, которую она одевала на свою свадьбу в 1894 году. Сегодня она хранится в коллекции «Хиллвуд» в Вашингтоне. Всего за первые 10 лет советской власти из 773 предметов «Алмазного фонда» большевики продали за рубеж 569 ювелирных изделий на сумму 162 млн 625 тыс. золотых рублей по тогдашнему курсу. Все продажи отражены в архивных документах. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний. Субтитры создавал DimaTorzok